Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте! Это видео для библейского портала экзегет.ру. И продолжая разговор о книге «Экклезиаста», мы поговорим сейчас о ее третьей главе. В начале третьей главы автор или, может быть, боговдохновенный редактор этой книги помещает такой поэтический текст, построенный по принципам библейской поэзии той эпохи, в которой, тем не менее, предлагает далеко не библейскую картину мира, уже упоминавшуюся в самом начале первой главы. Здесь речь идет о том, что все в этом мире идет своим чередом, в какой-то последовательности, которая, может быть, вообще автоматична и ничем не определена. И есть то или иное время для тех или иных действий. И вот он говорит «всему свое время и время всякой вещи, время рождаться и время умирать, время насаждать и время вырывать посаженное» и так далее. Здесь несколько строк с повторяющимися формулировками, где предлагает он человеку увидеть вот такую совершенно механическую, в каком-то смысле детерминированную картину мира, где нет ни свободы, ни случайности, и где никакие поступки ничего не значат. В конце концов, ты разбрасываешь камни не потому, что ты решил их разбрасывать, а потому, что настало время. А потом пришло время собирать эти камни. И ты, даже если обманываешь себя и думаешь, что ты захотел их собирать, на самом деле подчиняешься вот этому внешнему заведенному ритму. На самом деле, конечно, леденящая душу картина, в которой не только свобода человека, но даже в каком-то смысле реальность человеческой личности, реальность души перед Богом подвергается сомнению. И, как это не раз делает экклезиаст, он сначала предлагает нечто пугающее, а потом обсуждает эту картину с других сторон, с новыми поворотами его мысли, и дает читателю возможность увидеть ее иначе, совсем не так мрачно и страшно. Вот эту череду стихов, время молчать, время говорить, время любить, время ненавидеть, время войне и время миру, он завершает словами, а что пользы работающим от того, над чем он трудится. Если ты часть, винтик вот этого механизма, планет, которые по законам Кеплера двигаются по своим траекториям, и ничего больше, какой смысл, что пользу, что толку во всем этом. Конечно, это, знаете, если попытаться найти себе место и смысл в такой картине мира, это, в общем, далеко не утешительно. А дальше экклезиаст говорит нечто, повторяю, совершенно перпендикулярное. Продолжает он о мудрости, я видел эту заботу, которую Бог дался нам человеческим, чтобы они в этом упражнялись. И вот он говорит «но», ну, у него нет выражения «но», но здесь действительно такое резкое изменение точки зрения. Но Бог, говорит он, всё сделал прекрасным, всё соделал он прекрасным в своё время. Он предлагает обратиться не к тому, что мы наблюдаем, бессмысленному вращению механическому планет времён года, событий истории, которые приходят одно за другим, и ничего не меняется тысячелетиями, и смысл содержания то же самое. И это правда, через две с половиной тысячи лет после экклезиаста вполне можем сказать, что и в нашей истории, и там, я не знаю, политике тоже ничего принципиального не появилось. Да, но он говорит «но Бог есть нечто другое». Бог соделал всё прекрасным. Он предлагает увидеть эту картину снаружи, с точки зрения Бога. Он напоминает таким образом читателю о словах Творца «Вот хорошо весьма», которые он произносит при сотворении. И если сердце экклезиаста содрогается от печали, от ужаса, от горечи из-за этой бессмысленности, то сердце экклезиаста знает и выход, знает и то, где этой бессмысленности нет в Боге, который всё сотворил прекрасным. И ещё дальше, в этом же одиннадцатом стихе, поразительные и, в общем, трудные для перевода слова, экклезиаст говорит о Творце, который вложил мир в сердце человека, хотя человек не может постичь дел, которые Бог делает. Существует несколько разных переводов, в том числе и современных русских переводов, которые здесь отличаются от синодального, чтобы мы могли с вами увидеть какие-то варианты смысла, которые автор вкладывал в свои слова. В первую очередь, выражение «вложил мир в сердце» их. Знаете, в традициях, следующих латинскому и греческому древним переводам Библии, мы встречаем два варианта – мир как космос и мир как вечность. В славянском, кстати, переводе «всякий век» вложил в сердце их. Слово «олам», которое здесь использует, собственно, автор, оно действительно может переводиться и как вечность, все времена бытия мира, и как вся полнота мироздания. И, вероятно, это тот случай, когда вряд ли какой-нибудь перевод, кроме оригинала, в том числе и какой-нибудь русский перевод, смог бы передать и тот, и другой смысл. Ну, по крайней мере, я бы не смог передать это одним словом по-русски. Может быть, кому-нибудь когда-нибудь удастся. И так здесь смысл двоится. Может быть, экклезиаст говорит о том, что в сердце человека Богом вложена вся полнота мироздания, весь огромный космос, то, как он устроен, всё это мы можем каким-то образом охватить, если не мудростью, про мудрость-то тут есть неустранимые сомнения, то хотя бы сердцем, глубиной человеческой личности. И, может быть, он говорит о том, что Бог сотворил человека восприимчивым к вечности, к тому, что принципиально не входит в конструкцию этого мира. Этот мир живёт во времени, и ничто в нём не причастно Божьей вечности, кроме человеческого сердца. И это тоже важно увидеть, потому что во всём апофеозе бессмысленности, о котором экклезиаст пишет, тем не менее для него остаётся некоторая глубина в человеческом сердце, где «может быть», «может только быть», он не утверждает ещё, но «может быть» что-то иное по природе, исходящее от Бога, то, что Богом вложено. И весьма вероятно, что дальше он своими словами пытается донести до читателя мысль о том, что дела Божьи непостижимы, и это величие, которое не в состоянии вместиться даже в самую мощную человеческую мудрость, именно оно-то и может быть ответом на вопрос о том, есть ли хоть где-нибудь что-нибудь осмысленное, настоящее и прочное. При этом дальше может быть не вполне понятной читателю логикой, которую, ну, тоже я бы не взялся однозначно реконструировать. Ведь экклезиаст говорит о том, что да, для людей лучше, нет ничего лучшего, кроме как веселиться и делать доброе в жизни своей. Обратите внимание. Это почти лозунг почти любой эпохи. И при этом все эти эпохи забывают одно слово, вернее, два – делать доброе. Все мы чаще всего живем так, что нет для нас ничего лучшего, кроме как веселиться в жизни своей. Но там еще сказано делать доброе, делать то, что будет угодно Богу, делать то, что будет подобно тому, как действует Бог. Это на самом деле фундаментально важная вещь. Вот как бы, ходя кругами, пытаясь нащупать почти вслепую разумом своим, где же может быть смысл, надежда, радость и какая-то прочность, настоящесть. Вот экклезиаст обращает внимание читателя на область нравственную. Потому что, да, все наши труды, как он потом в другом месте еще скажет, все труды человека для рта его, все, что для рта, оно все пустое, оно все бессмысленно, оно все не оставляет после себя ничего. Но, говорит экклезиаст, «Может быть в области нравственного, в том, чтобы делать доброе в жизни своей, по-другому. Значит, важен не результат, не количество того, что ты накопил, а качество доброго пред Богом, того, что ты делал в жизни своей». И вот он говорит о радости и о делании добра, как о том, что может быть единственное, лучшее для человека в жизни. И дальше экклезиаст обращается снова к важной очень для него мысли о том, что на самом деле всякая, так сказать, результативность – это не наша результативность, и нечего пытаться себе присвоить, а это дар Божий, и то, что делает Бог, вот только оно пребывает навек. Даже во всех делах человеческих, то, что от меня непрочно и бессмысленно, но то, что в этом делает Бог через наши поступки, через наши усилия, вот оно останется прочным, но оно принадлежит Богу и только Богу. И, наконец, в заключительной части главы экклезиаст переходит к еще некоторым фундаментальным для него мыслям. Только что он сказал о важности нравственной сферы, о том, что делать доброе или не делать доброе – это одна из возможных, неподверженных суете сфер человеческой жизни, если так можно выразиться. Но он говорит, но что мы сделали из нравственной сферы жизни? Он говорит, ну вот, видел я место суда, а там беззаконие, место правды, а там неправда. Он говорит о той неправде и том беззаконии, которые мы, люди, привносим в этот мир. И действительно, его привносим мы. Для экклезиаста это совершенно очевидно. Ну, по крайней мере, автор говорит от лица царя, который должен понимать, насколько на самом деле сомнительно и непрочно. Так что мы бы назвали ненадежно, человеческим правосудием. И, наконец, еще одна удивительная, почти неуместная, я бы сказал, в этой книге мысль в заключительной части третьей главы вот какая. Экклезиаст обращается к Богу и говорит, «Ну вот, посмотри на сынов человеческих». Сказал я в сердце своем о сынах человеческих, чтобы испытал их Бог. И пытается вот таким образом подумать, посмотреть о людях. И говорит он, «Ну, они сами по себе животные. Участь человека и участь животных одна. И это совершенно тоже потрясающая вещь, поразительная. Как правило, все-таки мы упрощенно очень думаем о библейской антропологии. Поэтому какие-то, знаете, такие в дарвиновском вкусе заявления, как вот эти слова экклезиаста, нам кажутся неожиданными. Хотя, может быть, они как раз вполне и неожиданны. Так или иначе, говорит о том, что люди и животные, в общем, одно и то же. И участь одна и та же, и результат смерти. Как те умирают, так и эти умирают. И одно дыхание у всех. И у человека нет преимущества перед скотом. Потому что все суета. В каком-то смысле он, может быть, подвешивает без ответа вопрос о том, а в чем же все-таки есть разница. И некоторые из современных ему теорий обсуждают дальше и говорят, все идет в одно место. Кто знает, говорит он, дух сынов человеческих восходит ли вверх, дух животных сходит ли вниз. Ну, в нашем сегодняшнем контексте, скорее, знаете, это был бы разговор о наличии или отсутствии души у животных, или об особенностях психики и о том, где та желанная, но реально отсутствующая грань, которая отделяет психику и сознание человека от наших обезьяноподобных предков. Экклезиаст, в общем, он живет достаточно давно, и поэтому задолго до обезьянных процессов. И ему нет необходимости снесняться и трусить подобного рода размышлений. Вот он говорит, а где, в чем эта разница? Но заметьте, он начинает разговор с того, что он попытался посмотреть с Божьей точки зрения. Он думает, полагает, надеется, что разница-то должна быть, должна быть. В чем она заключается, если умирают и те, и эти? Он еще пока не видит. Об этом будет разговор дальше в его книге. Но вопрос поставленный, вопрос чрезвычайно важный. Отличаемся ли мы от всего остального, что дышит и существует перед лицом Божьим? И если отличаемся, то чем? Заметьте тоже, что размышления об этом у экклезиаста совпадает по месту и контексту с разговором о нравственной стороне человеческой жизни. В каком-то смысле в композиции главы, если не ответ, то намек на него содержится. Но более подробно он будет говорить об этом дальше.